Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоёт. Кто весел, тот смеётся, кто хочет, тот добьётся, кто ищет, тот всегда найдёт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я сейчас получаю квалификацию экспертов в области помогающих профессий типа фитнес-тренеров, психологов, панических тренеров. Тренеры тренера? Тренеры тренера. Музыка поднячных. О, это прекрасно. Об этом, может быть, мы даже поговорим в плодотворности, потому что мозги это же. Я родом из Сибири, из Кемеровской области. Рядом с Новокузнецком есть город Новости. Оттуда я там. Ну, у меня там нет. Понятно. Ну, а сейчас я вставлю подоживаю. А, ну, я вставлю и тренировать мужу. Ну, не знаю, в чай хотите. У меня сейчас тренировки на воздушном полице. Что это? Воздушная гимнастика, снаряд кольцо такое метровое. Акробатика и гимнастика. Вот я полтора месяца занимаюсь, меня позвали на соревнования. В конце сентября начало. У меня будет дебют. О, то есть вы только начали заниматься и тут же? Да. Оттелесная культура и все. Отлично. Ну что, приятного аппетита. Благодарю. Спасибо. Начнем беседу. Ну, вы сами пьете, кушаете, беседуете. Мне вопросы, себе вопросы какие-то задаете, да? Геннадий Петрович, предложение. Расскажите себе нам за одну минуту. И потом уже на это приступим. Сергей, строитель. Вместе работу он следует с Италией Витальевичем. А строительство – это работа. Интересная работа нам набирается. А второе направление, с чем сейчас мы занимаемся – это развиваемся нейроцентры. То есть нейроцентры, если совсем коротко. Человек одевает специальный обруч, считывает с инфаграммом деятельности морга. То есть здесь специальная программа, условно говоря, почти что детская. Когда там компьютерные игры плавают, например, под водой лодки, можно сконцентрировать внимание. И таким образом 24 параметра – внимание, концентрация и многие другие параметры – можно будет тренировать. И вот инфаграмма, она позволяет отслеживать деятельность морга и корректировать францистою него. И почему это проговорил? Кривых в своих обращениях, ну, в своем виде рассказывал о том, что для того, чтобы можно было поднять определенный уровень веса, это не столько вопрос веса, сколько Витальд Горьевич придумал так называемое. Получается это по факту динамической медитации. То есть только в определенном состоянии, психоэмоциональном и психоатрическом, человек способен поднять большие веса. Соответственно, и как он называет, так называемое это состояние. В этом же состоянии находятся монахи, когда у них снимали принциполограмму, допустим, медитирующие, и православные священники, которые тоже в Моризову ходят. И вот получается, что и это состояние тоже. Получается, благодаря этой системе нейротеринга мы можем человека точно отслеживать, входит он в это состояние, и корректировать его. Ну, это такой вариант. Вот мы сейчас движемся в этом направлении, и развиваем идею, концепцию. Я был, когда мы придумали, как будем назвать. Ну, условно, центр трансформации человека. Когда простыми действиями, ну, не надо, там, десять тысяч лет тратить на то, чтобы концентрироваться и учиться медитации, в пещере. Да, в пещере, там, был абсолютно дотворник, а благодаря системе обратно-биологической связи, когда человек может протренироваться, и через месяц у него уровень концентрации и уровень расслабления, наверное, и другие функции ничем может не уступать продвинутому монаху, которому это подразумевает, а то и более не добавление. Работали с инвалидом, тренировали мозг, инвалидность ушла. То есть, ну, и вот то, что вы делаете, ну, то, что вы сейчас сказали, это очень встречная вещь. Я, кстати, когда поднимал, я ногами, когда просто... Ну, знаете, я просто... Я когда... Ну, у меня просто правая нога, левая, и после мотоаварии у меня разного размера, и вот эта вот вибрация, которая была, я тут в том числе подозреваю, что это, ну, реально разная нога. Вот. А когда я руками поднимал, я уже как вспомнил, что чё я... Чё я толкаю её просто? Надо поднимать её за потолок вообще. Дальше. Очень правильно. И сразу же совершенно по-другому поднял. Ну, я когда-нибудь туда занимался, шесть мужиков стоят, надо их толкнуть. Угу. И меня тремя говорит, что ты руками толкаешь? Ну, я... Он говорит, ты вот туда толкай. И я шесть человек, они такие... Причём, хрупкие такие парни со фигурками шахматиста, прямо скажем, таких широкоплечек. Вот. Это, смотрите, такие ягодки. Это не лимонник, случайно. Ну, не лимонник, это что-то это... Похоже. Похоже, да. А, это китайский, по-моему, не лимонник. Ну, что-то такое. С Дальнего Востока. С Дальнего Востока. Оно тут написано, можете... Есть только кофе. Ну, кофе там. Потихонечку сморчите, вдобавок. Получается, очень встречные вещи. То есть, вы идёте... Ну, показываете через это, а получается, вот, не на Space, с компанией, с кем мы играем. То есть, вот это взаимное усиление. То есть, не отсюда так... Ну, как вот вы говорите, улыбайся. Когда мне плохо, допустим, что-то провалилось, я согнулся в лице. Ну, психологи же знают то, что, наоборот, если всё плохо, распредельный спин, начнём улыбаться, и ситуация рассасывается. Ну, вот. То же самое. Всё это прямо в один клубок сейчас, в одну систему сложается. То, что вы показали. Хотя, конечно, и ещё один момент, что эффективно чаще всего не эффектно. То есть, если мужики такие... О-о-о-о, 180 кг. И девочка, когда понимает. То есть, она научится вот так вот работать, как вы рассказали. То есть, ну, в конечном счёте, эта гимнастика, она направлена на то, чтобы научиться от человека смелости и умение, вот, как бы сказать, за счёт смелости и веры в себя. Вот такая вещь, как вера. Вот скажешь, что Игорь передвинется. Она передвинется. А у вас веры нет, ничего нет. И вера, когда будет, вот ещё она развивается. И тогда вот это всё начинает получаться. Плюс работа костного мозга. Это я вот заметил. У меня прекрасно ногти стали. Совсем по-другому. Зубы крепче. То есть, если раньше пломбу, грубо говоря, раз в год времена вставлял, менял. Ну, вижу, что-то я это самое, перестал к врачу обращаться. Агентин погнал, значит, зубы. Ну, вот как-то это. Естественно, все суставы укрепились, перестали там болеть. У меня особенно вот плечи ночью болели. То одно плечо я перевернусь, другое ноет. Просыпаюсь, просто вот так вот жгут. Скучено было. Ну, я там выставил, что у меня было МРТ и насколько у меня был поражён позвоночник. Вы можете посмотреть все эти листы. А из-за чего? Сейчас-то усилий ещё больше. Просто закончился этап работы на телевидении. И как-то, как-то, ну, не знаю. Я же особо там не занимался собой. Самый, знаете, этап есть. Ты там деньги зарабатываешь, ты там над собой что-то делаешь, книжки пишешь, ещё там что-нибудь такое делаешь. Вот, и такой этап был, что я только раз. Но я так понял, что, ну, старость, что ты хочешь уже. Это где-то там или шестнадцатый, или восемнадцатый год был. Что я уже хожу. Почему этот Сергей Прокопович запомнил? Говорит, пришёл ко мне с этим, на ярмарку приехал в Екатеринбург. Его знакомый пригласил меня к нему. Мы с ним вместе поехали к Сергею Прокоповичу. Вот. Первый раз из-за динамической гимнастики я там поздоровался. Ну, вижу, дело хорошее, ну, где такие веса там брать и так далее. Пару раз съездил к Самодумову. И, ну, далеко. В Серпухов далеко. Хотя, вообще, это такая мощная вещь. Далеко и дорого. Вы знаете, у него там занятия стоят десять тысяч. У меня не курсы дела? Нет. Вот, одно занятие десять тысяч. Вот я пару раз у него был. Мне надо доехать отсюда девятьсот километров. Переночевать, позаниматься, потом приехать. А я не могу сразу девятьсот километров отмахать. У меня уже не тот возраст. Я останавливаюсь. Конь колодец переночую. Это опять-таки. Там поелся и всё. Ну, короче, накладное всё это. Выходило. Я как-то перестал. А потом, на следующий год, когда я приехал. Уже я вот это как раз с ремнём приехал. Вот. Совсем другая гимнастика. То же самое, но на тренажере. И я только раз позанимался. Вот это вот. Вот покажем вот эту тонну двадцать. То есть, насколько спина у человека была эта. Представьте. Юма видит. Такого никто не делает вообще-то. Ну. И теперь, какая она стала. То есть, земля эта. Очень здорово укрепляется, значит, вот этот костно-связочный аппарат. И ещё интересная вещь. Вот сейчас люди занимаются широко распространенно. После того, как люди там качали мышцы, кололи разного рода препараты, анаболики вот эти все. А потом, естественно, внешне могут всю жизнь. Бросили это. У них с половиной функцией всё это. И они широко распространена гормонозаменительная терапия. Гормонозаменительная терапия. Вот они её подкалывают. Это более-менее нормально. Вот эта вещь. Всё это снимает. От усилий выработаются гормоны, как мужские, так и женские. Само думаю, как раз говорил, что у старушек, у которых уже наступила менопауза, всё, у них опять менопауза появилась. Отчего? Ну, как он объясняет? От того, что количество яйцеклеток ещё не было израсходовано, там осталось. А энергетика, они не было, уже осталось. А тут добавили энергетики к нему, и всё, опять это Анатолий Иванович. Что такое? МРТ вот это, готовый. Он говорит, вот такой вот интересный фильм. Но я на себе убедился очень сильно, что вот после того, как я прошёл МРТ, я подумал, ну всё, всё-таки старый, что ты хочешь, где-то сколько мне было, если пять лет я занимаюсь, сейчас будет 70-й юбилей, значит у меня в 63 где-то было, ну в 63 всё уже. А сейчас думаю, ну да ты смотри, тут можно ещё пожить очень хорошо там. Как-то по вам не скажешь, что вы какой-то там стали. Ну вот, очень здорово вот это повлияло. И она влияет очень быстро, причём в течение, вот если человек три месяца регулярно позанимается, он уже становится совершенно другим. Полгода он уже вообще там радуется, ух какой я стал. и вот тут у меня и уходят соседи. И сосед привёл своего начальника. Они довольны, как эти. И очень хорошо, значит, костный мозг, вот это я заметил по ногтям, ногти стали совершенно другие, розовенькие и так далее. Зубы, связки все эти, как-то другое омоложение. Энергетика, конечно, больше. То есть это уже, это идёт как инструмент просто для того, чтобы раскрыть свои способности, которые у тебя есть. Потому что они раскрываются тогда, когда есть энергии. И нет энергии, и что будет? Ну, стихи я там сочинял, музыку сочинял, можете посмотреть. Кое-что могу я прочитать, интересные стихи, которые уже даже оттуда идут. Вот такое интересное стихотворение, это как через меня прошло. Не я сочинял, с тобой как будто Господь Бог беседует. И я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знаний. Я корень слов, источник жизни и миров. Я формирую бытие, свое, ее, вселенной, все источники я любви своей, которой космос заполняю. Я так живу и процветаю, буду жить и процветать. Любовь и счастье воплощаю, заполнить им все миры, где буду я. Где будешь ты? Ведь я и ты две миры этой красоты. Как она подняла энергетику? То есть вот эти вот стихи, настрои, читать тоже очень хорошо для того, чтобы вот это вот, как вы говорите, мозг лучше работал и так далее. То есть все это там такое, развивается. А после того, когда, я думаю, делали МРТ до начала тренировки и после… Я не делал, я не стал это делать. Не хочу сказать, что это там дорого. Просто лично для меня важно было, что… Ну, я сначала, когда человек раздружается, он просто, как бы сказать, я как-то испугался где-то там внутри. Ну, что же со мной, почему спинталь, что так? И я же у них спросил, ну, что это, МРТ-то сделали, а как лечиться был? А, врач тут находится, это МРЦ сам делает, ну, как бы, этот… Центр, они там откуда-то там притянули, заставили вот это, и они там тарахтит, как это, как тарада. Вот. И это… Чем лечиться? Я говорю, да, поколем витаминчики В12, да будем наблюдать. Ну, что это В12? Вот. И я начал ходить, с ремнем ходить, для того, чтобы вот вот эти межпозвоночные диски, они держались, работали все-таки, лучше стало. А потом вот это вот, к Сергею Прокопичу вот это вот, я туда съездил, одно занятие, у меня поднялась температура. Я думаю, что такое? А это как раз энергия добавилась, вот те перекосы, которые были в организме, они начинают, знаете, как вот если бутылку пластиковую, ее выпустили в воздух там, да, и она вот вся форма потеряла, стала такая. Потом, когда форму она возвращает, она так бум-бум-бум. Вот эти вот энергетические, оздоровительные кризисы так интересно идут. Бум-бум-бум-бум. О! Температура как бы протрустила, все это там такое. И пошло-поехало. И кое-кого я тоже это наблюдаю, что такое бывает там температура. в начале. Ну а потом уже все как-то набирается. Идет, 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 идет. И уже мягче, грубо говоря. Спешить не надо. Вот эти десять килограммчиков прибавляешь. И нормальненько. По циклу тренировки получается раз в неделю раз в десять дней. Я сейчас раз в десять дней. Чем больше вес, тем надо, вот я почувствовал, надо больше, что таким восстановится. Об этом как раз и Кривых говорил, и Самодумов говорил. Потому что я чувствую, что я что-то не успеваю. То есть как только вес где-то килограмм за 800-900 тонн, вот и уже надо как-то это... Ага, реже. Да, и я допустим ощущаю, вот я тягу делаю, но что же вы посмотрели. Вот эти мышцы болят ужасно. После, как бы сказать, как будто ты их вот так вот тренировал. А ты всего лишь раз-два там поднял. И вот они только проходят, и потом еще денька два-три. Ага, ты свежий. И раз занимаешься. Иван Петрович, а по поводу этой темы, есть какие-то исследования? Ну вот вы говорили, что Самодумов там, он веканцев делал, может быть кто-то у нас? Он, значит, был очень сильно разочарован Самодумов тем, что никого эта методика здесь не заинтересовала. И есть видео, я же тоже по видео вам говорю, что он говорил, никого это, а вот там подхватили, и он называет этот институт, который занимался этими исследованиями, что он на практике, вот эти вот, склероз что ли? Ну вот, на доходунках ходит, мы говорим. Вот, и другие там какие-то заболевания, и вот они проверили, и все, и далее что-то. Они даже брали пункцию костного мозга, что интересно. Они брали ее до, она как раз у пожилых людей, ну практически там жир, внутри трубчатых костей, костный мозг, жир. И после того, как они месяца три позанимались, он уже розовый в этом, с сосудами он, то есть он начал возрождаться, развиваться. Вот, вот там они провели эти исследования, и выпустили, и дальше. У нас тут что-то пробовали, вот этот приборщик они надевали, что он ауру меряет, вот до, допустим, занятия, или до напряжения она там такая, после напряжения, допустим, чуть меньше как бы потратилось, а потом через некоторое время она, о, вот такая становится, и там как раз это все. Это есть видео. Да, смотря какой аппарат использовали. Маленький у него. Обязательно показывать эти видео. Я просто походил. Нет, понятно, что мы говорим, что кто-то делает или нет. Понятно, да. Они делали здорово, он говорит, что там были заинтересованы, все они там. То есть там получилось, насколько я понял, что он тут поднял эти шесть с половиной тонн, и где-то какая-то статейка или видосик там проскочил какой-то там в интервью. А этот видосик заметили в Америке этот директор СНН, или владелец лучше. У него жена Джейн Фонда, которая же тогда занималась, все это там такое. И они его пригласили. Пригласили в Америку. Там же открыт был центр, и он сейчас, наверное, остается открытым и там загибается. В Атланте, по-моему. В Атланте, да. Есть опять-таки фотографии, есть видео там. Какой-то там человек из бывших русских все это ведет. И они позанимались сами и предложили сделать исследование. Он не отказался все это дело там. Вот это провел. Он, наверное, там долго бывал в Америке. То есть они вызывали, сделали визы. Но это больше вам рассказывают, скорее всего, вот эти девчонки, если они с вами пойдут на контакт из Серпуха. Как их зовут? А я и не интересовался, как там зовут. Там видео есть большое. И как их зовут, там все это показано, рассказано. Самодумывая рассказывают о них, о девочках? Нет, они сами рассказывают. Встреча. Встреча. Сидят зрители, сидят эксперты, вот эти вот там целители, допустим, ну там известные целители по тем временам были. Вот. И он рассказывает вот это вот. И они там как раз и поднимают штангу вот эту вот непосредственно. Если семьсот килограмм, вот это все это, все эти железяки набрасывают. Семьсот килограмм. Поднимают, рассказывают, что у одной был рак, вылечили женщина пожилая. У другой был этот самый псориаз у молоденькой девушки. Значит прошел он. Сергей Прокопович говорит, что якобы он вернулся. Но это он не может в этом как узнать, спросить. То есть после того, как самодумывая не стала. Это в ютубе, да, эта запись есть? В ютубе есть, да. Где она говорит, вот, псориаз там, там много вот этих записей. Есть непосредственно вот эта встреча. А есть отдельно приехал мужчина, ну заинтересовался. И он там у него снял дома видео. Они там его угощали едой. У него еще не было спортзала, это одно из первых видео. Он его там в сарае поднимал. Свои эти там железяки забрасывал. А вот то видео тоже такое хорошее. А у себя в спортзале он особо... А, и в спортзале даже есть видео там, НТВ снимала. Ну там так, бабушка там одна там поднимала. А там вот шестьсот килограмм якобы ногами там отдавила. То есть он и сама рассказывала, как она себя там чувствует. Дед там есть, как он себя там чувствует. Там какой-то старикашка такой. Ну хорошо. У людей появляется смысл жизни? Ну, значит... Вектор какой? Насколько там они говорили, где-то сорок тысяч прошло через гавитационную гимнастику. Они получили там свои какие-то результаты. Самодумов рассказывают. Есть отдельно люди рассказывают, которые занимались и рассказывают. У меня вот то-то, у меня там то-то там было. То есть сам самодумал, потом его ученики рассказывают. А вы вспомните, как называется канал, на котором здесь записывают? А это все на ютубе. Забивайте самодумал. Анатолий самодумал. И она как вывалит кучу видео. Анатолий самодумал. Да. А вы сегодня проговорили, что у вас по работам с кривой у вас родилась собственная система. Ну, то есть внесли в нее изменения. А вот в чем разница между подходом или у самодума, а у кривых или у вас? Его подход и вашим подходом? Анатолий самодумал штрих. Да. А он, насколько я понял, то есть он его ближайший ученик, Сергей Прокофьевич. Ну, там что-то мы поссорились там по каким-то бытовым вещам. Вот это не будем говорить, я толком там не знаю, что там, что там вышло. Вот. Его ближайший ученик все это открыл, значит, в Екатеринбурге. Зал гравитационной гимнастики. И он все-все один к одному делал. Один к одному делал. А потом вот это вот, как бы сказать, ну, у него как-то сложилось вот это вот мнение про вот эти вот ритмы там, как это там, больше там входить. И он на это, да, я немножечко сбился. Дело в том, что я окончил институт физической культуры и спорта. Я сам имею высшее образование. Я сам довел себя до мастера спорта по тяжелой атлетике. Занимался, тренировался. То есть я знаю вот эти методы тяжелоэлектрические, как заниматься. Вот и там как раз, потому что я и видел Алексеева, знаком с Риггертом, с другими чемпионами. Риггертом и другими. И я понял, что тут как-то несколько по-другому. Я сначала хотя занимался так, как он сказал, что с одного раза не получается прочувствовать само движение, само напряжение и ощутить какой-то эффект. А когда ты делаешь вот это раза три, а то пять, ну тогда ты начинаешь, ты чувствуешь вот этот поток энергии. С одного раза, ну, как-то мне не это. И когда я начал вот других так же тренировать, ну вот как мы сегодня это, вижу совсем другое дело. Они становятся, получают нагрузку более, то есть в этот больший, так сказать, большая нагрузка в меньший промежуток времени получается. Вот и она вот именно для здоровья, не для того, чтобы вот, как бы сказать, у них такой посыл, чтобы ты поднял как можно больше вес, войдя в это состояние. Я сделал упор на то, чтобы ты больше просто физикой позанимался и получил вот эти эффекты на костный мозг, на энергетику, на гормональную систему и на умудную систему. Очень хорошо иммунитет, кожа становится, кстати, такая гладенькая, интересная. Жена этого самого позанималась, сын, они у меня вместе занимаются, вот это же они как раз дугу мне делали, чтобы показать. Говорят, да, кожа стала чище. Вот, то есть иммунитет, вот эти прыщи, все это ходят. Вот это вот я отложу. А уже то, потому что то, оно требует, вот, грубо говоря, как вы говорите, 10 тысяч лет надо потратить на то, чтобы ты научился медитировать, входить в это состояние и уже его использовать для подъема. То есть ты не подъем для этого, а вот это для подъема, вон оно как. Дело в том, что есть, вернее, был такой Шричин мой в Америке этот, святой там, и он под конец своей жизни занялся нечто подобным, он подымал, он достиг еще больших результатов. Он вот так вот рукой, вот так сидя, вот рукой, он где-то 4 тонны, вот так вот, небольшое движение делал. То есть это вообще, плюс он, значит, примерно вот так же, как тренажер через рычаг, он подымал слона, слон там заходил, слон целый, да, на него еще садился человек там, и он вот это вот упирался, раз, и вот на стоп он его отрывал. Там прошли очень много, много этих самых видосов, я вот постарался просмотреть все, и там оказалось, что именно его, он мне говорит, благодаря тому, что я научился вот этой медитативной практике, и умею сознанием выходить вот за, вот в те пространства, пространство, оттуда-то я и черпаю энергию, вот это он показывает. Ну никто не научился, все там гантельками в Америке, дрик-дрик-дрик, а результат такого не был. То есть, как самодумав добился в единственном числе, опять-таки, благодаря другим методикам, он там голодал, оказывается, там, голодал там на сухую, он вообще ничем не болел. То есть, он вот как-то вот это, и благодаря тому, что он вот это вот развил себе вот эту вот какую-то уверенность в своих силах, он там начал управлять погодой. У себя там Серпуховым управлял, там еще других. То есть, он говорит, я могу делать очень многие вещи, и в том числе ставить поле, вот так называемое, вы, может, вы слышали, у Сергея Прокопьевича, возможно, она стоит, а может, там и нету, потому что, если другой зал там переезжает и так далее, то оно уже, грубо говоря, пропадает. Короче, поле осталось в Атлантии и в Серпухове. Больше, наверное, не идет. Уставить поле, по словам самодумавого, это он сгущает энергию, энергию можно сгустить, и благодаря вот этому сгущенной энергии, значит, ты можешь поднимать больше. Ну, примерно, вы видели, вот это сгущение энергии, я продемонстрировал в энергетической дуе, когда вот два человека, я их сказал, что делать, вот это, то есть, два сознания и мое третье, оно как бы подключились, то есть, вот еще, что интересно. Он же там, ну, просто как-то, как-то хриво на этом. Он там обещал и Чернобыль освободить, если мы заплатим, там, ну, такое. Ну, это в Магнитогорске он как раз открывал этот самый, ну, клуб этот или центр гимнастики, и он там давал большую лекцию, ее записали, и есть, он там рассказывал. То есть, было вообще открыто много центров, благополучно позакрывались, осталось только Серпухов, вот Серпухов, потому что они не признают теперь ни Магнитогорска, говорят, у вас нету поля, а в Атлантии, я не знаю, признают, не признают. А в Сирея Прокопича они тоже не признают. Вот. И вдобавок, в что они еще говорят, что если ты поднимаешь через рычаг, то это не то напряжение, не то, якобы не те процессы. Ну, насколько я понял, для здоровья великолепно влияет, то есть, это не только на себе, но приходили люди, особенно, говорю, с правкой позвоночника, этого самого, поясничного отдела, он сразу такая, трак-бах, треск раздается. И они, если пришли, унылая, жена говорит, о, смотри, заулыбались, уходит. А получается, что, ну, если вам так сказать, что последователи не прямых, а самодума, это только кривых, больше... Нет, еще девчата его выявили. С прямых последователей только кривых. И с прямых. В Серпухове там эти девчонки остались, но я так понял, там часть ушла, часть как-то там занимается, сами там по себе где-то что-то открыли, ну, и отчасти осталось в Екатеринбурге. Ну, это с ними надо беседовать, насколько они пойдут на контакт. А в Екатеринбурге, у него это центр кривых, он же там сам преподаватель? Да, Сергей Прокопович. Центр называется Русич, из-за динамической гимнастики, он ее запатентовал. Самодумов тоже ее запатентовал, как гравитационная гимнастика. Ну, они запатентовали самотехнического устройства, я имею в виду, это был сам динамичок. Ну, самодумов и в Америке, и в России запатентовал он там. У него там куча этих дипломов, все стены были обвешаны этими плакатами. Посмотрите, еще раз, а в Екатеринбурге кто? В Екатеринбурге как раз кривых Сергей Прокопович, а в Магнитогорске, там этот, хорошо знавший Самодумова, как его, Бойко, Бойко, Бойко. Да, ну, еще Бойко, да, он там, ну, нет, он, это, а где-то он с нуля на одногодке, вот, он там ведет, все это такое, ну, вот, он... Центр, что-то там по расширению сознания. И расширение сознания, то это, и между животиками. Вот, а вы говорите, нам бы чайку еще, да, все, раз посмотрим, да, из чайки. Ну, правда, уже проходит. Как сделать вторую букву, в чайки, из чайки, из чайки, из чайки, из чайки. Ну, ну-ка. Потом еще, в случае чего. Да. Парк пошел. Парк пошел. Парк пошел, да, там... Эй, это вот уже горячее. Мы сейчас, подавим. Нет, это уже все. А, все? Сейчас мы. Вот так все. Может, я водичку поставлю, чтобы... Вот так все. Просто я звать, у меня ничего не делается. Сейчас ничего потом... Ну, и мне, да? Да. Вот так все. Все. У меня сейчас кончилось. Вовысь. Включил. Сюда зальем еще. Кипятка, да? Пойдет так или нет? Конечно. Удачи. 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 Сatie удачи. Также incidental. Какие-то интересные результаты, допустим по управлению, грубо говоря, пространством, по силе мыслей, начинают появляется когда ты где-то килограмм 800 начинаешь поднимать, а у вас какие-то появились. Да у меня как-то они до этого были, вот так. Больше уверенность в себе стало, намного больше уверенности стало. И как-то задумываешь дело, оно начинает совершаться. Вот что интересно. То есть достаточно просто задачи поставить, а дальше само собой. Ну да, я еще стараюсь там разного, словесными вещами заниматься. Очень мощная методика это со словами. Утверждения различные. Методика работы со словом. То есть берешь вот так вот блокнотик и у меня листочек есть примерно слов там 300-200-300. И я пишу вот. Я здоровый, я богатырь, я богатый, у меня все отлично, моя жена там красавица, я красавчик, верю в Бога, Бог во мне и так далее, и так далее. То есть окружаю, окружаю себя вот этими всеми словами и это начинает очень здорово работать. Попервах-то вот эти вот стихи родились после двух занятий вот этими вот работой со словами. Сразу стихи. Я думаю, вот это да. И энергетика. Она даже это еще больше была, чем от этой гравитационной гимнастики. Но вы не забрасываете ее. Не, там вот о чем еще самодумал, он говорил, как только у человека появляется энергетика мощная, то есть этому человеку дается бонус. И на него дальше смотрят, как он эти энергии начнет пользоваться. И если ты какой-то там косяк упуешь, ее сразу же отнимаешь, отнимают. И такое впечатление, ты как спущенный шарик. Вот ты такой был, по-русу, лук там. Что, глаз был такой? Конечно, где-то порадовались, похвастались. Нет, у меня гараж на пути в гаража люк, и этот люк спернил. Я выезжаю из гаража, и как раз в этот люк я должен упасть. И вот, я так честно примерно говорю, а я на таком живу, и знаете, ну, вообще, что-то такое. Какой-то мой хороший жалов. Что-то, что-то, да. А этому, вот, внутренний голос говорит, не делай этого, не делай этого. А оно прет с меня, я говорю, да шок у тебя там. Ну, пожелали покой. И сразу вот так спустил шарик. Теперь я же понял этот феномен, я медленно набираю. Вот примерно я сам сейчас подошел вот так вот. Медленно, плавно. И понимаю, что тут косяков уже нельзя допускать. То есть вот этот трос сознания прошел, но очень осторожно. Вот, поэтому живу осторожно, стараюсь не материться, муравьев не давить, мух отпускать. Грыми тоже перестал ловить, черняков жалко нанизывал. Ну, если поймать другое дело, я же понимаю, что да, почему-то. Ну, как-то лучше стало вот это вот. Что-то там тебе, допустим, надо вести, говорит, этот раз обосновал. Это очень важно, если ты что-то хочешь получить, ты все это обосновываешь, обосновываешь. И глядишь, только создается ситуация, раз, и вот она, все это. Ну, помимо всего прочего, это, сейчас я вот так вот рассуждаю. А до этого, я же, я занимался тяжелой атлетикой, я очень, ну, если чтобы мастера спорта достичь тяжелой атлетики, это надо потратить года три хорошенько занятие. И там целая эволюция была, написание книг, много книг вам будет подоить, книг, написание, и вот после этого, как бы сказать, ты, как бы, выполнил свою какую-то задачу, только раз, вот такой дом появился там, участок. То есть, это не все просто так, откуда-то пришло. Ну, с головы место началось, и благодаря вот всему этому я понял, что человек может сделать, если он начнет вот как-то идти своим путем, делать то, что ему, вот, как бы сказать, нравится, чувствовать то, что полезно. И это дальше. И пошло. Вы знаете, книги мои в 90-х годах, миллионные тиражи были. А потом уже телевизор пришел из-за того, что книги распространились. И Эрнст на Первом канале, он эти книги там видел и читал, и он дал приказ своим этим сослуживцам, чтобы они притянули меня туда и попробовали на программе. И программа удалась. Он там говорил, что может не получиться, но получилось. А потом они, ну там, в течение времени в любом коллективе какие-то идут движения такие. Одни уходят, руи приходят. И они решили программу изменить, чтобы больше таблеток было. Я попробовал там что-то там возразить, но как-то до начальства не достучался. Это-то просто, на просто взял и ушел. Вот это уход был. Еще долить, да? Или еще пусть поставить немножко? Чуть постоять, да? Петяна Петрович, получается, что разница в системе в подходе выполнения самих физических упражнений по частоте, количеству. Да. И вот сейчас я акцентируюсь на том, чтобы там уходить в какой-то холмозагнение, о котором говорит Криго. То есть самое главное, это выполнение. Вначале я ничего это не говорю. А вот тут это, что когда человек начнет учить, я говорю, а теперь вот, двенька неба. И он не начинает уже двигать. Вот так вот. Принято. И этот опыт изменения количества подходов, весовые характеристики, это как раз пришел из опыта тяжелой клетики. То есть есть четкое понимание механики, как правильно это делать, и почему-то это прошли, и потом туда пришел. Да, там надо поставить технику. Я вот, хорошо. Даже я, Сергей Прокопьевич, как бы сказать, вот, если он просто руками дожать, а я это вот как-то интуитивно пришел к тому, не руками дожать, а вот это движение сделал. То есть не вот это, а вот. Вот. Гораздо мощнее движение. Вот, это, наверное, единственное отличие. И для того, чтобы прочувствовать, ты должен, технику поставили, и потихонечку ты нарабатываешь это. Это, как бы сказать, вот, как говорят, создается в голове доминанта, как действует. Раз, и потом этот таз сам поднимается. Рыстук, рыстук. Это очень интересно. Появляется такая мудрость тема, да? Угу. Сначала надо поставить вот это седло, чтобы у вас было туда, чтобы вы поняли, как дают. А потом уже люди становятся и начинать. Подливаем, да? Да. Коллеги, я из вас, наверное, тут самая младшая, и хотела бы рассказать вам тоже свой путь и попросить у вас советы или направления. Может быть, вы побольше, чем я, знаете. Ты. Может быть, что-то мог бы мне подсказать. Хороший, смотрите, Даллорочка. Отлично, да. Одиннадцать лет назад я начала свой путь в сфере фитнеса. Угу. В Сибири я открыла четыре фитнес-центра. Угу. То есть, создатель фитнес-центров. И со временем я поняла, что люди, которые приходят ко мне на тренировки, они, некоторые, приходят из такого состояния отращения к себе, типа, когда уже я перестану видеть эту уродину в зеркале. Они из состояния любви к себе. И я начала понимать, что проблема у них вот здесь. То есть, я с помощью просто упражнений не могу им помочь, себя полюбить и себя оценить и вообще в целом поменять отношения к миру и к жизни. Я поняла, что для них нужен какой-то другой подход, какой-то другой ключ. Именно поэтому я пошла обучаться психологии. У меня есть диплом психолога-консультанта. Именно поэтому я пошла в коучинг, пошла в регрессию, пошла в энергопрактики, чтобы все вот это изучить, понять в целом. И параллельно еще шла в знаниях по анатомии и физиологии. И медицинскую. Сестру младшую я тоже получала для себя чисто, чтобы хорошо понимать анатомию и физиологию процесса. И в итоге чего мне удалось добиться, это легко исправлять плоскостопие после 40 лет, даже когда стопа уже похожа на жареный пирожок такой с большими петрыми мозолями. И когда уже все ортопеды и неврологи кандидаты медицинских наук открестились от человека и сказали, что все у тебя просто до конца деформируется стопа и ничем помочь не взял. Что я сделала? Я наладила иннервацию мышц стопы через крестец. То есть я работала массажными техниками с крестцом, с тазом и наладила мышечный баланс весь, начиная с мышц живота, заканчивая мышцами бедер и обучила мозг заново управлять мышцами стопы через хорошую иннервацию. Через два месяца у человека восстановилась стопа. она говорит, Вера, если бы кто-нибудь мне сказал, что это возможно, я никогда бы не поверила. А теперь, говорит, я не могу дождаться, когда же я пойду к своему мастеру педикюра, чтобы она мои ноги не узнала. И много таких вещей было, когда ко мне приходили с разной длиной конечностей. Девочку семилетнюю привели с разной длиной ног. И я спрашиваю, кто поставил диагноз? Ортопед в Новокузнецке. Самый-самый дорогой. Вот там принесли 3D какие-то. Ключевое слово самый дорогой. Вот, Я говорю, хорошо, а с чего он решил, что у нее конечности разной длины? Он делал рентген каждой ноги отдельно, а потом снимки костей сопоставлял. Они говорят, нет, он ей дощечки под ноги подкладывал. Вы представляете? Тут я положила ребенка, говорю, смотрите, вот с этой стороны ей больно, вот с этой стороны не больно. То есть получается у нее бедро просто мышечным тонусом втянуто в таз. И все. То есть это исправляется массажем и очень быстро и легко. И они еще жаловались на то, что девочка ходит на танцы и в растяжке отстает сильно. То есть даже наклониться вперед. Она не может в свои семь лет. И говорят, ну, это, наверное, от природы так. Наверное, вот она вот такая. Да не может быть такого, чтобы ребенок в семь лет не тянулся. Мы наладили ей мышечный баланс, сняли вот эти... Извините, я вас перебью. Вот тот, который ко мне пришел, Артем, с разными ногами, ему сказали, что это получилось из-за того, что с одного места переехали в другое место. Многие стали кармачивать. Извиняюсь. Да, и ребенку там тоже уже назначили обувь с разной высотой подошвы, которая, ну, тоже немало стоит. И в итоге девочка у меня стала гнуться, села на все шпагаты, она в своей студии по танцам стала номер один по растяжке, она этим загорелась, она этим зажглась. И мы с ней... А была хуже всех. А была хуже всех. Да. И ко мне обращались люди, от которых уже открестились неврологи, ортопеды, которые уже сказали, это возрастное, это врожденное, это нельзя исправить. Они ко мне, к фитнес-тренеру приходили, я решала проблемы. Ну, за счет, наверное, своего мышления, потому что для меня важно понять причину и, например, массажисты те же, плоскостопие, они работают только со стопой. Им в голову не приходит работать с крестцом и работать с мышцами живота. не хватает холистического взгляда на организм человека, даже на анатомию, не говоря уже о том, чтобы вообще на личность целостно посмотреть. И постепенно я, изучая все это, пришла к тому, что оптимально и максимально быстро можно с человеком работать через три одновременно уровня. Это тело, это разум и это психика. Сразу на трех уровнях это дается... Психосоматика никто не отменял. Никто не отменял. Да, она вообще на первом месте. Да, психосоматика опорно-двигательного аппарата это что? Это когда крепость моего тела не соответствует текущей обстановке. Напряжение возникает, соответствует и побываешь на отношениях. оно бывает внутренние факторы, бывает вызвано внешними факторами. Внутренние это какие? Это когда я не соответствую ожиданиям моих родителей, я не соответствую ожиданиям, стереотипам социума, критериям успеха. И когда вот это вот все на меня доваливается, особенно когда на наш рынок российский пришли американские тренинги личностного роста, которые выводят человека из зоны комфорта. у нас русский человек с нашим менталитетом из нее не выходил, он и так в стрессе находится, а его еще больший стресс сгоняют американскими вот этими тренингами, попробуй типа соответствуй. и вот эти вот все сколиозы, эти все остеопорозы, артрозы начали молодеть. Они начали, то есть люди начали гораздо раньше скрючиваться из-за вот этих внутренних факторов. Поэтому я разработала систему, как обучить фитнес-тренеров и других помогающих практиках холистическому подходу к личности, одновременно работать и с телом, и с разумом, и с психикой человека. То есть почему психосоматику мы рассматриваем? Первым делом мы убираем внутренние факторы, работаем с ограничивающими убеждениями, вот о чем говорил Геннадий Петрович, да, я богатый человек, я бедный человек. Но я даю ее так, чтобы не было конфликтов подсознания. Когда мы говорим на продвигающие убеждения, да, антипод, я богатый человек, а сами себе не верим. Да какой же я нафиг богатый? То есть в подсознании возникает конфликт, а если скажем, я разрешаю себе стать богатым, то есть здесь мы своему подсознанию уже создаем такую атмосферу, да, без конфликта, да, здесь нет с чем поспорить, да, и противоречия не возникает, и я этому обучаю на курсе, который у меня состоит, из четырех модулей, как раз первый модуль, это, я его назвала нейродетокс, это то, что мне в голову пришло, потому что тренером будет понятно, что такое детокс. Да, это все, что касается внутренних факторов, это работа с внутренним ресурсом, что у нас отнимает энергию, что наоборот наполняет нас энергией, это выстраивание личностных границ, это работа с субличностями и частями, с внутренним родителем, взрослым и ребенком, потому что в нашем обществе с субличностями просто в полнейший раз было. Большинство людей просто не вылазят из позиции ребенка. Внутренние родители бывают холодные, безразличные, равнодушные, либо наоборот тиран и деспот. внутренние взрослые субличность может быть либо в виде подростка, либо вообще может отсутствовать. Вот с такими ситуациями я тоже сталкивалась, понимаю, как выглядит жизнь человека, когда он не в контакте со своими субличностями и субличности не в контакте между собой. в том числе можем помочь. У вас цельная система взгляд душ, душа и тело, взаимосвязь между ними. Если даже спуститься ниже на уровень тела, в том числе рассматривать просто разговаривание тела, полную взаимосвязь между тем, что есть, как есть и как должно быть. чем можем быть, поможем, но разве только нейротренинг может быть интересен в этом плане как элемент, который позволяет человеку... Это как раз холистический подход. Я, кстати, когда услышала этот термин от вас нейротренинг, я думаю, господи, я свой флагманский курс назвала профессией нейротренер. То есть это универсальный тренер, который работает с прошлым, настоящим и будущим, с телом, разумом и психикой. То есть три плюс три. Вот у меня такая система. Я не знаю, есть ли у вас что-то к этому добавить, либо наоборот что-то из этого почерпнуть. Может быть, я чем-то для вас полезна. Я думаю, что у нас очень большой объем обсуждения по этой теме. Будет возможность мы еще очень... Я думаю, я должен следующий выступить в присоединение. Я хотела ваше мнение услышать, насколько сейчас актуальны и вообще нужно фитнес-тренеров обучать хористическому подходу и подковывать их в области психологии и коучинга. Ведь они все равно наставники, они все равно лидеры для своих клиентов, они все равно образцы. И так же, как и в случае таксистов, парикмахеров, человек душу изливает кому? своему персональному тренеру. Но как не ему сам Бог велел в этой системе понимать, как устроено эмоционально... Внимание, Петрович, мне кажется, это вопрос по вашей души. Нужна психология фитнес-тренера? Да, как психика может быть... Я бы предложил выйти бы на уровень чуть выше. Что здесь называется выгод на систему? Мне кажется, давайте немножко сконцентрируемся, после часа пообщаемся на тематику, которую без Геннадия Петровича, и сейчас все-таки сконцентрируемся на Геннадии Петровича, что мы можем... мне хочется мнения Геннадия Петровича, скажешь? Ну, что, нормально. Правильно будем, дети, товарищи? Да. Если человек хочет расширить свой кругозор и действительно охватить личность человека по всем направлениям, то он, конечно, должен работать и с духом, и с душой, и с телом, и с энергетикой, и с окружающим пространством. Тогда будет эффект. А если так, одно, то пятку чесать. И вдруг поможет. Да, вдруг поможет. То, что сейчас и делается. Сейчас, в принципе, можно. За большие деньги главное предложить. Я, за большие деньги чесаю, пяточные куски. Либо винтить болты. Да, да, это святое. Позвоночник там отрезать лишнее. У вас, как они эти, грыжи, да, там, вырезать. Я удивляюсь, знаете, чему? Так как я, вот это все силовое, я занимался тяжелой атлетикой, то есть мне нужен был результат. Попутно дальше, значит, эти мышцы росли, мне приходилось там и есть там, и химию там принимают, что-то там такое, я в теме вообще. И вот я следил, в том числе, за качками, вот эти вот, которые там, мистер универсал и так далее. И вот, представляете, человек, восьмикратный мистер Олимпия, который тут восемь раз становился, значит, по ихним там меркам, лучшим мужчинам, целосложением, и мужское, он прекращает заниматься и что-то у него начинает там, допустим, со спиной немножечко, то, что можно было, то, что можно было легко и просто решить, он направляется к докторам и не начинает. Одну операцию, другую, третью, пятую, десятую, наконец-таки болты, они удаляют, уже не могут через спину, они вынимают все кишки и вынимают отсюда, короче, они усадили этого мужика Молучего в инвалидную коляску, он теперь на четырех этих прибегается, дюма ее, как, как, ты же качался, ты же все это знаешь, зачем ты доверился этим, а теперь еще судится, там деньги есть, там, короче, если пройти курс обучения, то есть, сегодня у нас было, ну, как можно сказать, ознакомительное, вот если пройти так, чтобы отработать технику, то есть, мы не говорим о том, чтобы сейчас, там, на второй день достичь тысячу килограмм поднимать, возьмем сформировать, где же, арифтировочно, сколько тренировок нужно под вашим руководством пройти, чтобы отточить технологию, технику, и понять, погрузиться. Ну, я думаю, штук пять, чтобы вы как-то поняли, да, не торопясь, так, я сказал, как понимать, люди так примерно они поняли, а потом я занимаюсь с ними, они говорят, они опять что-то там неправильно делают, я же говорю, а он говорит, мало сказать, надо было еще показать, надо было еще вот так вот поставить, так, 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 я думаю, пять человек грамотный, он все это помнит. Если учитывать, что это в среднем 10 дней, раз в 10 дней, на начальном этапе, когда у нас нет больших весов, а мы отработаем технику, то мы раз в неделю. Да, раз, как вы сказали, в неделю, в 10 дней. так, я, чисто гипотетически, если мы организмами не перезагружаем, а отработаем только технику, каждый день, но маленькими весами, только для того, чтобы определить технику. такой вариант возможен? Возможно. То есть, к примеру, приезжаем, берем квартиру, снимаем, и приходим в промо каждый день на тренировочку, 2-3 часика тренируемся, и потом, а под конец... 2-3 часика это многовато, это, мне еще и говорю. Не надо будет 2-3 человека, я проверю. А, 2-3 человека, ну, тогда другое дело. это все это. Вы поймете, главное поставить в соответствующую позу, да? Да. Показать, куда дойдет, все это, так-так-так-так-так. Хорошо, когда еще на ушко шепчет, да? Да-да-да-да-да-да-да-да. Все, и все это, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Тренируемся, тогда можно... Ну, согласуем с вами, удобнее. По какому-то тренажеру нужно такое? Ну, понятно. Вначале мы на вашем, а потом в процессе уже или изготовим, или закупим, как там получится. Я посмотрел, у нас-то цех по металлообработке есть? Ну, смотрите, смотрите, это там... Дело в том, что там еще... Ну, я бы не сказал, что существенная переработка тренажера произошла, но... очень интересная вещь, потому что, когда я начал поднимать 900, где-то килограмм, вот эти вот, я вижу на видео, у меня этот тренажер отрывается от пола, и я сделал такие пяточки там, пяточки интересные, их надо, желательно, сразу бы сделать, вот, и получается, платформа упирается не в пол и отрывает тренажер, она упирается в эти пятки, и мы вот так этот тренажер и все как бы разрываем, пол не отрывается, вот, в чем она интересная вещь, вышла. и плюс вот этот пояс, надо совсем другую, я вам покажу эти, хлюпенькие такие, они там разогнулись, да и все, что-то, видите, болты такие, ставят, крики, и варьеры. Будем тренироваться, смотреть, посмотрим. То есть, самое сложное, это вот пояс, так, хороший сделать, и вот тот узел там, где он крепится, вот это вот, там небольшие такие интересные, это скорее всего, Прокопич выявил путем, это, практики, насколько им надо выемку сделать. Вот все тренажеры, которые там были, это я сделал сам, отжимания, потом вот это, спину, вот потом вот это, блочные. И сын говорит, вот у нас, он ходит куда-то заниматься, в спортзал, говорит, все эти блоки разболтались, а я-то знаю, это давно сделал, когда, лет 20 назад, если не больше, как больше, лет уже 40 назад, примерно так. А я сделал их металлические, плюс еще вставил подшипники, и понял, если маленький блочок, он будет перегибаться, и тросик просто-напросто, ну, от маленького. Надо тут побольше сделать, чтобы вот это изгиб не было. И тогда нормаленько. Что можно все это дело сделать, и сразу сделать. Суть от того, что я, Инар Илья Петрович, специалист в области физической культуры, в том числе и тяжелой атлетики, то что такое тренажер, какие надо делать движения, как выглядит этот тренажер, знаете, не по-наслышке. Да, не по-наслышку, просто знаете, что я еще, я в свое время, так сказать, честно и откровенно думал, вот я, значит, особо себя писателем не считаю, но тем не менее, книг-то миллионов пятьдесят долларов продано моих. Всего-то. Ну да, всего-то. И, вы знаете, для того, чтобы, как бы, никто ко мне не прикопался, я компьютер приобрел, и все лицензионные программы, чтобы у меня были, никто там ничего не, это научился на них работать сам, и так далее. И вот случай с Прокопичем, когда я приехал, чувствую, надо этот тренажер любыми средствами брать, и все. Потому что, тут еще какая-то чуйка должна быть, вот, насколько она может работать, допустим, с крестцом, то ты будешь мять, а это он сам раз, вот так вот, и раскрылся. Представляешь, он сам раскрылся, у меня копчик правился, вот, на вот этих последних упражнениях, вот это вот, штанга на поясе, я слышал, он там трес-трес-трес-трес, трес-трес-трес, а до этого там я батарею там бился, знаете, ну всякая была, копчиком там по детству, это. И я думаю, ну, как-то, ну, все-таки неправильно, там, допустим, через голову того же Прокопича пойти, и там тренажер как-то слямзить, чертежи, или еще что-то, хрен с ним закажу, он тогда шел 150 тысяч, вот, и заказал там, поговорил с ним, вот это, сразу столько, потом столько, ну, все, разошлись, все нормально, то есть, вот, как-то еще, вот, чтоб в основе, как-то, грубо говоря, начинали, вот, с чистого листа, с хорошего, а то там, что-то там сделают, такое, то есть, все пятое, десятое, а потом, инженеры, потом, это самое, ну, если сами, это инженеры, смотрите сами. Тут вопрос не в том, что купить, или не купить, вопрос в том, что, к примеру, у меня будет уже как сделать, в некоторых моментах, когда идет груз, вот что, когда мы навешиваем, здесь веса, да, каждый раз снимать, а делать, можно использовать то же самое, стержень, здесь набор, идет весов, и вставляем сюда, просто вытаскиваем нужный штырь, и мы мгновенно, с точностью, очень быстро, ничего не снимая, не перетаскивая, сразу же можем делать. Ну, что ты писал. Потому что, мы не говорим о том, чтобы, допустим, Прокопича, деньги не заплатить, вопрос сейчас не в деньгах, вопрос в том, что сделать его лучше, да, чтобы он не подпрыгивал, второе, там есть некоторые, ну, то есть, вот эти моменты, мы, с учетом того, что он запитал Витальевич, и вот Илья сейчас тоже учатся, мы занимаемся тризвом, это теоричная, изобретательская связь, что у нас всегда в подход сразу идет технический, анализ системы, достоинства, недостаток, повышение степени идеальности, как сделать эту систему лучше, безопаснее, эффективнее, это просто привычие. Мы приходим, делали проект, для своих знакомых, приезжали, они находятся, недалеко, здесь, в Паганроге, пришли, они только словом обморились, вот у нас есть такая проблема, проанализировали, да, дал им решение, на пакет, через 40 минут, спасибо. это просто уже профессиональное, такое состояние. Ну, смотрите, я вам просто свое мнение сказал, там, конечно, его можно, а кто это ж, вы прислали мне этот, Александр, что сделал, какой-то там тренажер, это Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, какой-то там тренажер, такой, типа подобное, что-то там вешается, не вешается, но он еще почистил. Он еще сырой, он еще сырой. Да, сырой. Ну, посмотрим. Конструктор придавил тренажер, там уже шоу. Может быть, в этом и необходимости не будет? Да, смотрите, как бы, проблем нет, нам все спелое, что нужно было сделать, это потренироваться, отработать технику, технику. Пожалуйста. Уже дальше потом принято решение о том, какой купить или какой. Если есть готовый, который уже отработан, и все там классно работает, почему, зачем заморачиваться? У него, насколько я понял, у него пол хороший. То есть у меня-то пол, ну, это же не предназначилось для чего-то, просто был подвал, я его решил в спортзальчик приспособить. Вот, и там, вот столько, это, дуб, вот этот паркета, далее лежит лист ДСП, древесная струбичная плита, и потом этот. Лагеря, да? И все, и все, да, пол деревянный, поэтому он и начал вот это вот подниматься. Я вижу, пол вот так подходит. А вот с пяточками, с пяточками, когда, вот вы стоите, вот в середине, да, вот эта середка, она как раз, если от тех пяточек не было, давит на пол, и прежде чем оторвать вес, большой, вы же воздействуете на весь тренажер, и как бы его вырываете, а потом уже преодолев это, вы уже начинаете его поднимать. А тут, благодаря пяткам, вы сам тренажер, в эти сани упираетесь, и что? Он стоит на месте, и так вот. Продолжение, да. Да, и прекрасно. Еще? Чаев? Не, нехорошо. Разогрелось, все, не замерзло? Что там там, Александр, все, в шею качает, Он болтает, наверное. А там еще кто? Или он, не, они с этого заулетом, ну, который из Казахстана приехал. Казахстану? А я думал, он позанимался, он только одно занятие сделал. Нет, мы пять сделаем, я уходила пять сделала. Нет, я в смысле думал, он вообще там позанимался, сколько-то, а он одно занятие сделал у него. Так же, у Прохупича? А, ну, он ему каждый день по одному упражнению давал. Нет, он занимался, никто не видел, то есть это не то, что одно раз с вами. Как одно упражнение давал? Нет, он ему передавал, он ему, он покупает у него тренажер, и, соответственно, обучение 20 тысяч стоит. Он у него каждый день тренировался, там, сколько-то дней. Он там, видимо, по своей какой-то вот структуре. Ну, сразу, это, я хочу вот такую вещь сказать, сразу схватить то, что, допустим, вот думаете, там, затону, и так далее, выйти. Такого не получится. Это, довольно-таки, должен быть продолжительный период, когда подготавливаются, смотрите, связки, кости, там, все, все это. Человек понимает, понимает, как это поднимать, чтобы не было никаких сюрпризов. Потому что, тот же Самодумов рассказывал, как увидали эту систему, его тренажеры, там, одни, и в Канаде сделали, примерно, такой центр, дошли до веса, где-то, 700 килограммов, или, что-то там, пообламывали, там, суставы, был большой скандал, они, там, закрылись, но, естественно, это, там, на Самодумов как-то, там, повлияло, поэтому, не-не-не-не-не-не-не-не-не. То есть, вначале, ничего, каких-то, чрезмерных результатов не будет. Рост, все-таки, сознаний, и вот эта вера в себя, это, довольно-таки, трудно.